ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Акцедентом, произошедшим в одной из школ Хасальюрта, занялся Следственный комитет. Активы в США или длинный водовод? Эксперты гадают о причинах отставки министра строительства и ЖКХ республики. Маленькой Софии нужна наша с вами помощь. Фонд Инсан объявляет благотворительный сбор для тяжело больной девочки. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Глава Дагестана недоволен Общественной палатой республики. Своим мнением о работе коллегиального органа Сергей Меликов поделился во время заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека. Отметим, что новый состав организации был сформирован в конце мая текущего года. В нее входят 45 человек. При этом 15 из них утверждены лично главой республики, столько же народным собранием, а остальных выбрали из числа тех, кого представили местные общественные объединения. Мы год думали, как эту общественную палату слепить, да, Наташа? Мы вроде ее слепили, вроде бы постарались дать туда все в открытом режиме. 15-15-15 кандидатов. Дали туда тех, кто, на наш взгляд, мог динамично там работать. Ну, наверное, нет. Наверное, мы где-то ошиблись, потому что получилось, как в той песне, да, слепило из того, что было. Впрочем, у общественников есть еще полгода испытательного срока. В течение всего этого времени руководитель региона будет следить за их работой. В случае, если она окажется неудовлетворительной, будут приняты решительные меры. Если у нас общественная палата будет работать так, как она работает сейчас, наверное, мы ее будем перезагружать, эту общественную палату. Потому что она с сентября работает, эта общественная палата. А что она делает? Ну, вы извините, я, наверное, не только как глава республики, но и как гражданин Российской Федерации могу тоже критиковать. И сам себя, и те структуры, которые под моим руководством создавали. Уголовное дело возбудили против 16-летнего жителя Хастальюрта, который вымогал 3 тысячи рублей у ребенка. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета республики. Напомним, что видео, снятое другом подозреваемого, получило широкий резонанс в социальных сетях. На кадрах несовершеннолетний бьет маленького мальчика, оскорбляет его и требует денег. Произошел инцидент 28 ноября в одном из образовательных учреждений города. В настоящее время он задержан. Им оказался студент местного колледжа инновационных технологий. Как сообщает, в свою очередь, пресс-служба администрации Хастальюрта, чтобы впредь не допускать подобных случаев, представители городских властей, духовенства и полиции провели встречу с учащимися. Министр строительства и ЖКХ республики Артур Сулейманов освобожден от занимаемой должности. Указ об этом подписал сегодня Сергей Меликов. Эксперты и ряд телеграм-каналов выдвигают различные версии возможных причин ухода главы Минстроя. По неподтвержденной информации, поводом для отставки могли стать вопросы со стороны прокуратуры Дагестана о наличии у Сулейманова активов США. Телеканал ННТ и фонд Инсан продолжают рассказывать о тяжело больных детях. Сегодня в рубрике «Протянем руку помощи» мы расскажем о 6-летней Софии, у которой диагноз ДЦП. Маленькая девочка нуждается в нашей с вами поддержке. Все подробности в сюжете Камилы Михтихановой. Давай, шагай, шагай поднимай, голову подними, голову подними, подними голову, давай, шаг, давай, шаг, давай, шаг. Ну она, конечно, не наступает, нормально. Голова подними, спинку ровно, спинку ровно, София, спинку ровно, вот так, вот так, вот так. Такие действия малышке даются тяжело и с помощью матери. Уже 8 месяцев маленькой Софии был поставлен диагноз ДЦП с пастической диплегией. Постоянные курсы реабилитации дают хоть какие-то результаты. Поэтому лечение нужно проводить регулярно. Постоянное лечение, потому что у нее и спастика. Если даже месяц оставить без лечения, без массажа, без ничего, у нее как деревянные становятся и руки, и ноги. Вот спастика увеличивается, поэтому, чтобы хотя бы не скручивались ноги и руки, нужно постоянно реабилитировать, постоянно массажа, постоянно ЛФК. Потимат мать-одиночка. Ее финансовое положение оставляет желать лучшего. Из-за постоянного ухода за дочерью она не может нормально устроиться на работу. И, к сожалению, оплачивать дорогостоящее лечение ребенка ей не по карману. Сама работала до ее рождения, после ее рождения тоже уволилась. Получается и пенсия, и алименты, которые тоже добавляю, и все по уходу, то, что получаем. Но у нас на лечение что-то не получается, потому что там на лечение, чтобы попасть всю сумму, которую мы получаем, нужно год собрать, чтобы одно лечение делать. Также тоже не получается, жить тоже надо. Поэтому я могу собрать максимум 100 тысяч, чтобы это на дорожные расходы у меня уходит, на одежду. Для улучшения здоровья малышке нужны постоянные процедуры. А это стоит немалых денег. Надежда остается на поддержку неравнодушных людей. Инсан открывает сбор для Софии в размере 350 тысяч рублей. Для того, чтобы принять участие в акции, достаточно будет перечислить любую желаемую сумму, перейдя по QR-коду, который вы видите на ваших экранах или через мобильное приложение благотворительного фонда. Камила Мехтиханова, Нурмагомед Магомедов. Новости ННТ Махачкала. Наши земляки в эти дни совершают малый хаш, умра. Счастливые 8 дней в Медине подошли к концу. Те, кто совершают паломничество, знают про то, как. Особенно эти дни в Медине. Руководитель группы Шемель Багандалиев организовал для них прощальный маджлиз. Тяжело ведь, не правда ли? За это время короткое. Мы уже привыкли здесь, как у себя на родине чувствуем. Мечет посланника Аллаха, алейхи салям, притягивает. И каждый раз хочется возвращаться, давая ему салям. Приветствовать его. Ас-саляту, ас-саляму, алейка, я, Расуль Аллах. Зная убежденно, что он видит и слышит и отвечает тебе на салям. И когда мы покинем завтра, мы еще не знаем, будет ли следующая возможность, доставить ли нам Всевышний Аллах, что мы сможем приехать опять сюда, еще раз увидеть эти земли, почувствовать запах посланника Аллаха, саляму, алейхи саляма, и Мадина Туль-Мунавара. Впереди у дагестанских паломников встреча с Меккой. Полное видео о Маджилисе дагестанцев Медини смотрите на YouTube-канале Муфтията Республики Дагестан. На этом наш выпуск подошел к концу. Смотрите нас также и в социальных сетях. Хороших вам новостей и приятных выходных. Всего доброго и до новых встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова